В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о знаменитых людях, которые ушли из жизни на прошлой неделе с 24 по 30 июня 2024 года. Стоит отметить, что последняя неделя первого летнего месяца 2024 года стала последней в жизни для очень многих знаменитых людей. 24 июня не стало музыканта одного из основателей рэп-рок группы Crazy Town Сета Бинзера. Самым известным его синглом в составе группы является Butterfly, занявший вершину чарта Billboard. Музыканту было всего 49 лет. До своего 50-го дня рождения Сет Бинзер не дожил чуть меньше двух месяцев. Причиной его смерти стала передозировка запрещенными веществами. 24 июня из жизни ушла теннисистка, спортивная журналистка, комментатор, лауреат премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор», 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах Анна Дмитриева. Ей было 83 года. В последние годы жизни спортсменка боролась с онкологическим заболеванием. Видимо, оно или его последствия стали причиной смерти Анны Дмитриевой. Она покоится на Новодевичьем кладбище. 24 июня, а по другим данным 23 июня, этот мир покинул дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Германии Денис Сидоренко. Ему было всего 48 лет. Согласно данным из открытых источников, дипломатор остался с жизнью добровольно. 24 июня свой земной путь завершил игравший на позиции защитника хоккеист Станислав Первушин, дважды становившийся чемпионом РСФСР в 1969 и 1973 годах в составе локомотива и химика соответственно. После завершения игровой карьеры он ушел на тренерскую работу. Хоккеисту было 74 года. Станислав Первушин покоится на Старосеверном кладбище в Омске. 25 июня умер актер Билл Копс. На его счету более 200 работ в кино. В том числе многие помнят этого актера по ролям в лентах «Закон улиц», «Звездный путь Энтерпрайз», «Эликсир бессмертия», «Ночь в музее» и «Морг». Билл Копс прожил 90 лет. 25 июня ушел футболист Мохаммед Ариф. Ему было всего 38 лет. Причиной смерти спортсмена стала менингококковая инфекция. 27 июня не стало художника, режиссером мультипликатора Сыгенбека Ишенова. Он принимал участие в создании таких проектов, как «Улыбка на камне», «Сюда прилетают лебеди», «Поклонись огню» и «Небо нашего детства». Художнику было 90 лет. 27 июня из жизни ушел баскетболист Николай Хряпа. В разные годы он играл за украинские и российские клубы. Баскетболист является чемпионом Украины в составе клуба «Одесса». Николай Хряпа прожил всего 45 лет. 27 июня этот мир покинул композитор Александр Кнайфель. Он является автором десятков хоровых, инструментальных, вокально-инструментальных и вокальных сочинений. Также композитор описал музыку для театров и кино. Вы слышали ее, если смотрели такие проекты, как «Зачем снятся сны», «Дядюшкин сон», «Маскарад», «Итальянец» и многие другие. Александр Кнайфель прожил 80 лет. 27 июня свой земной путь завершил футболист Ландринг Гема, участвовавший в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов. Ему было всего 38 лет. Причиной смерти спортсмена стало ДТП. 27 июня умер театральный актер Эдуард Нуров. В разные годы он служил в Забайкальском драмтеатре и Уфимском русском драмтеатре. Актеру был 81 год. 27 июня ушел актер, комик, певец и художник Мартин Малл. Он знаком в качестве актера огромному числу людей более чем по 70 фильмам. В том числе Мартин Малл снялся в лентах сериал «Улика», «Губы на прокат», «Сабрина, юная ведьма» и «Робинзоны из Беверли-Хиллз». Ему было 80 лет. 28 июня не стала актера и театрального деятеля Геннадия Альберта, в разные годы служившего в Саратовском театре оперы и балета и Михайловском театре. Ему было 76 лет. Согласно данным из открытых источников, причиной смерти театрального деятеля стала сердечная недостаточность. Также в открытых источниках можно найти информацию о том, что в качестве места последнего приюта Геннадия Альберта выбрано Троекуровское кладбище Москвы. 28 июня из жизни ушел хоккеист Марти Павелич, отыгравший 10 сезонов в Национальной хоккейной лиге. Он является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. Клуб Detroit Red Wings, в котором на позиции левого крайнего нападающего играл спортсмен, завоевывал эту награду в 1950, 1952, 1954 и 1955 годах. Марти Павелич прожил 96 лет. Согласно данным из открытых источников, причиной его смерти стали последствия бокового амиотрофического склероза, а также другие хронические заболевания. 29 июня этот мир покинул гитарист, участник музыкальных коллективов «Скифы», «Голубые гитары и цветы» Сергей Дюжиков. Ему было 75 лет. До своего 76 дня рождения музыкант не дожил чуть меньше месяца. Причиной смерти Сергея Дюжикова стала сердечная недостаточность. Светлая память всем людям, завершившим свой земной путь в последнюю неделю июня 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok